Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. На открытии побывал наш корреспондент Артур Мкцы. Псыш, Учкикен и вот теперь Учжигута. В каждом из этих населенных пунктов Карачаева-Черкесии после реализации национального проекта появилась новая модельная библиотека, которая способна удовлетворить запросы даже очень придирчивых посетителей. Проект только набирает обороты. На оснащение районных библиотек выделяется по 10 миллионов рублей. Поселенческие смогут получить на эти цели по 5 миллионов. Благодаря этой программе мы смогли реализовать наш замысел, внести изменения в нашу библиотеку, сделать более ее современной, насыщенной. Мы оснастили нашу библиотеку современным оборудованием. У нас появились электронные книги, ноутбуки для проведения мероприятий. Также мы приобрели книжный фонд, который на сегодняшний день увеличился на 1118 экземпляров. Здесь можно в комфортной обстановке почитать книжку любимого автора, выполнить проектную работу или воспользоваться услугами интернета. Не нашли в фонде нужного издания? Ужигутинское районное учреждение культуры теперь подключено к национальной электронной библиотеке, где имеется все необходимое. А значит, долго ожидать исполнения заявки не придется. Очевидно, что библиотеки должны меняться, что они должны быть интересными детям. И большой вопрос, как это сделать. Государство понимает, что прежде всего они должны быть яркими, интересными, с хорошей литературой, мебелью, хорошими пространствами, где ребенок может проводить много времени помимо школы и дома. Но помимо того, что мы обновили здание, очень важно сейчас обновить и подход к работе. Как библиотекарей, так и учителей, чтобы библиотека стала местом, где ребенок проводит время с пользой. Чистые и светлые помещения, удобная картотека, уютная, в чем-то даже домашняя обстановка. И, разумеется, современные технологии, которые помогут получать новые знания, реализовать проекты и просто провести свободное время. Артур Махцы, Олег Молхожев, Виктория Карпенко. Вести, Карачаев, Черкесия, Ужигута. В региональном отделении «Единой России» состоялось торжественное награждение региональных победителей исторической акции «Диктант Победы». Участие приняли около 3000 жителей республики, работало более 50 площадок по всему региону. Все участники показали хороший результат, а победителям выручили памятные подарки и дипломы. Организаторы говорят, что с каждым годом участникам становится все больше и больше. Это не просто исторический диктант о Великой Отечественной войне, а акция позволяет сохранить память и направлена на то, чтобы молодежь подрастающей поколения помнила и знала о событиях и героях того времени. А жертва которой принесла страна для победы, для мирной жизни. Самая главная задача – сохранить историю, передать нашим потомкам. Ну и честно скажу, я очень рад, что столько людей показали высокий уровень познания тех исторических событий, которые происходили во время Великой Отечественной войны. Чем больше людей будет вовлечено в процесс познания своей истории, тем больше вероятность того, что не удастся нашим противникам исказить, переломить воспитание наших детей. И те традиционные центральности, о которых говорит президент страны, они будут нами восполняться и сохраняться. Для меня это очень большая победа, это неожиданно. Готовились мы, как и все, и ничего трудного не было в принципе. Надо было собраться. Я писала в 4-й школе в городе Карачаевске с ребятами. В Черкесске на базе Республиканского института повышения квалификации работников образования прошел межрегиональный семинар «Школа одаренных родителей». Его участниками стали представители педагогического сообщества, люди, так или иначе связанные с воспитанием детей, какими должны быть ценностные ориентиры семейного воспитания, какие методические наработки можно распространять по Северокавказскому округу и на федеральном уровне, как считают члены Национальной родительской ассоциации и представители Минпросвещения России. Создание информационной базы о практиках, решениях различных вопросов и проблем поможет как педагогам, так и родителям. Это многолетний проект, он включает в себя несколько важных элементов, прежде всего, конечно, объединенных единым смысловым предназначением. Это просвещение, консультирование родителей по основным тематикам, волнующих их в вопросах воспитания детей, подготовки, реализации каких-то основных родительских компетенций, начиная от детсадовского возраста и заканчивая вузовским. По данным автоинспекторов, с начала текущего года в Карачаево-Черкесии зафиксировано около двух десятков дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. Полицейские стараются взаимодействовать со всеми категориями участников дорожного движения, потому их частые визиты в автошколы – это еще одна возможность предупредить правонарушения со стороны автолюбителей. Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. Здесь чему вас учат? Учат дисциплине. Прежде всего нужно посещать часы, быть на теории и, соответственно, еще ездить за рулем, то есть практика. Это все необходимо при сдаче экзаменов. Для Ольги Адушевой и остальных учащихся одной из автошкол региональной столицы приобретенные здесь знания своего рода гарантия, что из большинства нештатных ситуаций они найдут правильный выход. Наставники в подробностях разъясняют будущим или начинающим водителям правила, подсказывают решение тех или иных проблем. Обучаются в нашем центре люди разных возрастов. И наша задача – найти подход к каждому с учетом возраста и темперамента. Чтобы по окончанию обучения они смело и, главное, безопасно влились в ряды водителей. Автоинспекторы в таких учреждениях часто и гости. Они рассказывают слушателям об ответственности за различные виды проступков, некоторые из которых могут иметь серьезные последствия для всех участников дорожного движения. Как считают полицейские, важно довести до подопечных информацию, что автомобиль – это средство повышенной опасности, и, севшись за руль человек, должен всегда оставаться дисциплинированным. Я инспектор по особым поручениям управления ГАИ, и я занимаюсь непосредственно подготовкой заключений ДТП, которые происходят по вине водителей со стажем управления до двух лет. У нас за 8 месяцев 2023 года зафиксировано 19 дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями по вине молодых водителей. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий у нас является это съезд с дороги транспорта, что говорит о превышении скоростного режима, это выезд на полосу встречного движения и нарушение правил переезда перекрестков. От лица ГИБДД хотелось бы к вам обратиться и убедительно попросить вас более тщательно подготавливаться на занятиях, задавать вопросы инструкторам, как на теоретических занятиях, так и на практических занятиях. Не стесняться, потому что любая незначительная ошибка, которая может быть допущена, как бы казалось водителю, не включил поворотник, не обратил внимания, отвлекся на телефон, она может стоить жизни не только вашей, но и тех, кто находится с вами в транспортном средстве, а также тех, кто встретится вам на дороге. Мы проводим работу с юными начинающими водителями и хотим рекомендовать им поменьше отвлекаться на дорогах, быть осторожными и соблюдать меры по безопасности дорожного движения. На сегодняшний день в нашей республике в ДТП погибло 3 человека, что, к сожалению, превысило на 300% статистику раненых 23 человека. А вот мнение тех, кто в скором времени планирует сесть за руль. Пришли учиться сюда в школу, потому что хочется безопасно ездить самой. Я мама троих детей, у меня дети есть, к примеру, я... Есть кресло у меня не на всех троих, но есть на одного, к примеру, старший уже просто за ремнем мне креплю его. Хочется ездить безопасно. Как ни секрет, все девушки, мужчины, все водят за рулем. Но кто-то лично для себя. Я в первую очередь, конечно, для себя, чтобы мне было удобнее передвигаться по, в принципе, городу нашему. Так как я мама одного ребенка, супруг часто на работе бывает. А бывают такие ситуации, что мне надо срочно уехать по делам. И поэтому в первую очередь я пошла для себя отучиться на права. Возможно, такие встречи будут полезны не только начинающим автомобилистам, но и тем, кто давно за рулем. Меняются правила дорожного движения. Значительно увеличилась скорость транспортных средств. А значит, и решение необходимо принимать чуть ли не автоматически. А потому дополнительные знания уж точно не будут лишними. Артур Максим Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 20-25 градусов тепла, а местами до плюс 19. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 21-23 градусов тепла. Сегодня в Республиканской филармонии прошел концерт, посвященный предстоящему дню воссоединения России с Донбассом, Луганской Народной Республикой, а также Запорожьем и Харсонской областью. Перед зрителями с песнями на языках народов Карачаева-Черкесии выступили известные певцы и творческие коллективы, поддержав таким образом решение президента нашей страны о новой дате в отечественном календаре и желании жителей новых российских регионов быть частью единого государства. Вы знаете, как очень важно, что та территория России, Малороссия, как ее называют, присоединилась к основному территории России. Важно поддержать их в этот момент. Важно сказать, что они нам тоже так же близки. Это наши друзья, товарищи, братья. В картиной галереи Черкеска открылась фотовыставка «Многоликий Эльбрус. 25 портретов исполина». Автор работ – известный фотограф из Карачаева-Черкесии Арсен Алабердов. О выставке расскажет Дарья Тендит. Седой, величавый двухвершинный Эльбрус на протяжении многих лет манит своей красотой. Знакомясь с ним издалека, видя весь размах и масштаб, он надолго останется в памяти. На протяжении десяти лет собиралась коллекция снимков. И каждый из них особенный для Арсена Алабердова. Это многолетний такой проект, который постепенно, постепенно я ждал, пока все отберется, чтобы я был как раз удовлетворен материалом, чтобы не просто 25 работ, на которых просто Эльбрус, а именно это были интересные, разнообразные работы, чтобы каждая из них была еще и самобытной. То есть я старался сделать так, чтобы они не были похожи друг на друга. Министр культуры Зурапа Гирбов поблагодарил автора работ и организаторов за возможность насладиться прекрасной фотовыставкой. Хочу поблагодарить Арсена за то, что в его многогранном творчестве, я вас уверяю, что 25 изображений, которые здесь, все они посвящены, как вы все обратили внимание, главной нашей гордости, вершине Эльбрусу. Но, поверьте, это лишь малая-малая часть, одна из грани его очень богатого, яркого творчества. Нелегко застать Эльбрус, не закрытого густыми облаками. Арсенел Абердов рассказал, что он мог на протяжении долгого времени ездить для того, чтобы получить нужный кадр. Как только видел Эльбрус, это было центром внимания, сразу же пытался его снять. А потом уже, когда начал замечать, что собирается коллекция, уже, да, уже на какие-то точки я ездил уже специально, цельноуправленно, чтобы его снять. Ну и как бы вы, наверное, тоже, как местные жители, знаете, что Эльбрус товарищ довольно капризный. То есть очень большая вероятность того, что вы выбрали точку, выбрали день, вроде и прогноз погоды посмотрели, приехали, опа, а он не показывается. То есть такого тоже очень много было. Увидеть фантастически красивые пейзажи глазами талантливого художника Арсенела Абердова стоит многого. Посмотреть выставку пришли школьники, учащиеся в школе креативных индустрий. Очень было интересно посмотреть все эти картины. Сам Эльбрус, он был сфотографирован в разных ракурсах, и это очень интересно понаблюдать. Однажды побывав в удивительной и волшебной стране его творчества, начинаешь смотреть на мир другими глазами. Выставка «Многолики Эльбрус» 25 портретов из Полина продлится до конца октября. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. И последнее. Завтра, 30 сентября, в ауле Адельхалк впервые пройдет этнофестиваль Ногайского чая под эгидой телекомпании ГТРК Карачаева-Черкесия. В рамках мероприятия пройдет презентация портала народного писателя Карачаева-Черкесии Ясык Паева «Ногайский дом», конкурс по приготовлению блюд кавказской кухни, Ногайского чая по старинным рецептам, а также различные мастер-классы. А еще планируется выступление артистов Карачаева-Черкесии, Дагестана, Ставропольского края. Начало мероприятия в 10 часов. Приглашаются все желающие. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка, мы вместе». Хороших выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова